Вот этот небольшой участок дороги улицы Морозова от Пушкина до Артема знаком многим автомобилистам. Все потому, что здесь постоянно пробки. Автолюбители бросают своих железных коней прямо на дороге. Местные власти нашли решение вырубить деревья и устроить 125 дополнительных парковочных мест. Садясь каждый день за руль и приезжая в Ставрополь по делам, Олег всегда думает только об одном. Сможет ли он сегодня удачно припарковаться на улице Морозова. Машин здесь немеренно, жалуются автолюбителя, с парковкой туговато. Вот и приходится оставлять автомобиль прямо на проезжей части. Новым парковочным местам только рад. Без них, говорит Олег, никак. Вот я поставил тут и там, и машины еле разъезжаются. Конечно, если поставил сбоку, трасса свободная, это же лучше будет. Арсен Расулович напротив. В машине предпочитает пешие прогулки. И ума не приложит, зачем ради автомобилей вырубать многолетние деревья. Я против того, что вырубали деревья. Деревья – это же здоровье, кислород, понимаете. Их не надо было вырубать, они вырастут. Тем более липы. Можно было между ними сделать карман, если уж так необходимо было. Власти города считают, что разрешить проблему пробок хотя бы на этом участке дороги можно только ценой нескольких десятков деревьев. На их месте появятся парковки на 125 автомобилей. Соответственно, оставлять железных коней на дороге перестанут. Ездить станет легче. А на месте вырубленных деревьев посадят другие. Другого выхода, говорят чиновники, нет. В момент осенних посадок будут произведены после проведения этих работ компенсационные посадки всех тех же деревьев. Мы не можем без сноса деревьев реализовать потребности нашей центральной части города в устройстве парковок. Мы знаем, особенно участок улицы Морозова от Пушкина до Артема. Но здесь же проехать невозможно. Все жители города знают. Даже в зеленой комиссии краевого центра, там-то уж точно не дали бы в обиду деревья просто так, уверены, что вырубка – мера вынужденная. В Ставрополе около 200 тысяч автомобилистов. Без дополнительных парковочных мест и расширения дорог через год-другой город просто встанет на месте. Мы находим такие варианты, что где-то дерево оставляем, огораживаем его бордюрным камнем, оставляем. То есть оно находится в парковочном кармане, но оно остается целым. Сейчас на улице Морозова часть деревьев уже вырубили. И вот-вот на их месте появятся парковочные места. Анастасия Самойлова, Александр Конырев, Информбюро.